Доброе утро, дорогие друзья! Всем доброе утро! И мы сегодня заканчиваем главу Ваешев. Ваешев Яков, Беретс Меграевим, Беретс Нар. Значит, всем привет! Сегодня очень-очень такой хороший день. 22-й тис-лева. Да, прям прекрасный день. В Израиле очень солнечно, погода вообще великолепная. И, значит, мы продолжаем изучать Тору. Что может быть лучше? Что может быть лучше для вообще душевного, физического равновесия, чем изучение Тора? Начинаем с одной из идей Рэба «Обретение неба на земле» из книги 365 «Размышления Рэба». Рэба Любачисти говорил следующую идею такую, да? Он говорит, вот Эйнштейнам, говорит, восхищались. За что восхищались Эйнштейнам? За то, что он доказал, что энергия и материя едины. Да, значит, наверное, Эйнштейн это доказал. Наверняка даже. Теперь он говорит дальше. Но ученый, который сумеет доказать, что все вообще силы едины. То есть Эйнштейн доказал, что материя и энергия, они едины. Почему? В общем, не важно. Мы же не будем вдаваться. Но есть же много разных сил. Он говорит, наверняка появится какой-то ученый, который докажет, что все это вместе, и это единое. Одно единое. Он говорит, если появится такой ученый, как им будут восхищаться? И даже он говорит больше, что есть уверенность, что такой ученый появится. Он говорит, ну зачем ждать этого ученого, если мы можем сказать сразу, что это единство, оно есть. И называется это единство Бог. Он говорит, зачем ждать? То есть вот в этом и есть вера в единого Бога, что все это, все это вместе, это единство, это одно. И кто это одно создал? Один творец. Кто этим одним управляет? Один творец. Что это все вместе есть? Одно. Один творец. Нет ничего, кроме него. Это главная идея, которой мы с помощью Торы, мы к этой идее, мы к ней приближаемся, приближаемся, все ближе, ближе, ближе. Чтобы в какой-то момент эту идею не просто понять, а почувствовать. Хорошо. Значит, это сильная такая мысль. Теперь дальше. Дальше. Рассказывается сегодня очень интересная такая прям вообще драма, можно сказать, драма. И драматическое событие сегодня разворачивается в недельной главе. 39-й отрывок. Значит, и было. Начинается он со слов и было. После событий этих. После каких событий? Что Йосефа назначили главным распорядителем в доме у Патифара. Это был царедворец у фараона. И, значит, после этих событий, когда его назначили, представьте ситуацию. Он становится главным в доме. Он становится, как сказать, такой распорядитель. Да, распорядитель. Всем он управляет. И тут Ватиса, Эшет, Адонав, Этейнея, Элиусеф. И тут подняла, значит, жена хозяина дома, жена этого министра, подняла глаза своей на Йосефа и сказала она ему. Знаете, что она ему сказала? Ложись со мной. Она ему сказала. Все. Говорит. Я тут главная. Муж на работе. Ложись со мной. Представляете? И отказался. А он отказался. И сказал он ей так. Значит, вот мой господин. Он все мне доверил. Вообще все, что у него есть, он доверил мне. И нету никого в этом доме больше, чем я. То есть он мне доверяет. Все он мне доверил. И он ничего от меня не скрыл, кроме одной вещи. Значит, кроме тебя. Так как же я сделаю, говорит, такое большое зло и согрешу перед Богом? Вот что он ей сказал. Тут очень интересная вещь, которая отличает человека верующего от человека неверующего. Когда Авраам зашел в Едипет, например, или когда он зашел к Авимелыху, или когда Ицхак зашел к Авимелыху, да, в землю, то они сказали оба одну такую фразу, очень важную фразу, что нет страха перед Богом в этом месте. То есть люди могут быть абсолютно воспитанные. Они могут быть абсолютно, значит, такие культурные, да. Только вся их культура и воспитание, они сами лично верят, что это все придумали другие люди. То есть культуру кто придумал? Люди. А мораль кто придумал? Люди. А если придумали люди, то человек, которому невыгодно в какой-то момент эта вся мораль и культура, он это может себя легко сбросить. Теперь человек, который говорит, что это все создал Всевышний, который ни на секунду не отвлекается. И за каждое действие, даже которое сделано в тайне, даже которое сделано, когда никто не видит. Но если Всевышний назвал это зло, то это действие будет за ним последствия. И когда есть страх перед Богом, то есть вот это вот ощущение, что творец Всевышний, он все время присутствует, тогда человек может остановиться от нарушения тех законов, которые Всевышний сказал, что их нельзя нарушать. Опять же, это свобода выбора. Свобода выбора остается. Но все-таки больше можно доверять человеку, у которого есть такое качество, как Ират Шамаем, чем человеку, который искренне от всего сердца говорит, вы знаете, я верю, что нельзя воровать. Мне это мама говорила, что нельзя воровать. Я маму, конечно, не всегда слушал. И мама-то сама, она иногда подворовывала. Но как бы вот я верю, что культура, мораль там и так далее. Или человек говорит, творец мира, мироздания, который всегда присутствует вообще, и все от него. Он сказал, что нельзя воровать. Это другое совсем. То есть в этом случае, в этом случае человеку можно больше доверять. И это еще когда-то сказал Наполеон. Наполеон когда-то, он, когда есть такая история, что он шел и увидел из синагоги, слышался плач, крития и так далее. Он заглянул в эту синагогу и увидел евреев, которые сидят на полу и плачут. И он сказал, говорит, чего они плачут? Ему говорят, они плачут о храме, который был, о храме своем. Да, сегодня 9 авгу, день разрушения храма. Он говорит, а когда разрушили храм? Ему говорят, 2000 лет назад разрушили храм. Он говорит, они до сих пор плачут, все вот эти поколения, они плачут. Начал интересоваться, а что у них за законы? И оказывается, есть законы, как себя вести, даже как в туалете себя вести, есть законы. И Наполеон тогда сказал, он говорит, если бы были у меня такие поданные, которые настолько меня любят, и что даже они там, где никто их не видит, будут соблюдать законы, я, говорит, был бы очень счастливым. Вот действительно, вот этот вот только страх перед Богом может дать гарантию, что человек, когда он остается один, он не согрешит. Это то, что мы видим здесь с Юсефом. Тогда он ей сказал, представьте, жена этого царедворца, она ему говорит, все, ложись со мной. Он говорит, нет, говорит, боюсь я согрешить перед всесильным. Значит, и было, продолжается. Говорила она к Юсефу день за днем, а он ее не слушал, для того, чтобы лечь с ней или быть с ней. Значит, здесь тоже показывается хитрость ее. Она ему потом говорит, ладно, не хочешь со мной спать, значит, просто полежи, вот ляг рядом, полежи просто, и все, ничего, я даже, говорит, ни на что не претендую, просто ляг рядом полежи. То есть, она хитростью хотела его взять. Но, прям, Раша объясняет, это берешит раба Медраж, что она хотела с ним без, без уже близких отношений. Значит, он отказывался. И было. Был день, значит, был день, особенный день. Какой-то был праздник идолопоклонства египетского. Я был в нескольких музеях, где представлены египетские вот эти вот идолы, которым они молились, поклонялись. Очень разные такие есть там у них. То у них орел какой-то, то там еще какая-то там животная. В общем, они поклонялись. Каждый штат Египетский, у них был свой какой-то идол, как тотемные животные, разные были и так далее. В общем, какой-то был праздник идолопоклонства. И все ушли. А он пришел, Йосиф пришел в дом сделать свою работу. Здесь в Талмуде, в Талмуде есть два разных предания и спорят Рав и Шмуль. Один говорит, что значит написано, пришел в дом сделать работу. И не было никого в доме, вообще никого не было в доме. Значит, Рав говорит, что он пришел сделать работу. Как написано, так и написано. То есть он в этот день работал. Для всех был выходной, 1 мая. А он 1 мая, у него рабочий день. Он все время работал, все время он что-то делал, улучшал. Поэтому он и стал вначале главным в доме Патифара, потом он стал главным в тюрьме, потом он стал главным в Египте, потому что он работал без выходных. Он все время что-то улучшал, везде, где он был, он работал. А Шмуэль, он говорит, нет, говорит, все-таки он не выдержал, он уже не выдержал и пришел совокупляться с ней, говорит нам Раше, что он уже все, не выдержал и у него прям уже сорвало крышу, никого нету. Он молодой парень, ему 17 лет. И значит, в этот момент говорит Устная Тора, что он увидел образ своего отца. Он увидел образ своего отца и это его остановило. Это его остановило, чтобы он это не сделал. В общем, она схватила его. Она его схватила за одежду и сказала ему, ложись со мной, ложись со мной. И он оставил одежду в ее руке и убежал наружу. Убежал он наружу. Хорошо, когда она увидела, что он убежал, она начала кричать и что вот он пришел, значит, пришел, хотел меня изнасиловать, она его обвинила в изнасиловании. Представляете? Значит, да, здравствуйте, Раиса Васильевна. Она его обвинила в изнасиловании, хотя там близко он от нее убегал. Вот представьте ситуацию, да? Он боится Всевышнего, он не хочет согрешить. Его тут обвиняют, обвиняют в таком деле. У нее осталась его одежда, он убежал даже без одежды. И, значит, потом она мужу своему это же сказала, что он хотел меня изнасиловать. Когда его господин, ее муж услышал, услышал эти речи, взял он Юсефа и отдал его в тюрьму. Он его бросил в тюрьму, значит, в тюрьму, где сидели заключенные, которые выступали против фараона. И был Бог с ним, с Юсефом, даже в тюрьме. И что значит был Бог с Юсефом? Это значит, что Юсеф был с Богом. И Юсеф говорил все время, слава Богу, значит, Всевышнему виднее. Я не согрешил, у меня были только хорошие побуждения, и я оказался в тюрьме. Значит, у Всевышнего такие были планы на меня. То есть, был Бог с Юсефом, и что? И на него все время было такое, как луч милосердия. И получилось, что глава этой тюрьмы, главный надзиратель, что он сделал? Он сделал Юсефа старшим над тюрьмой. Сделан его старшим над тюрьмой, он стал директор тюрьмы. И все, что было в тюрьме, делалось только по его повелению. Почему так было? Значит, он все, значит, отдал ему, потому что, потому что Бог с ним, и все, что он делает, Бог мацлех. Бог дает ему удачу и успех. Все, на этом заканчивается сегодняшний отрывок. Давайте его проанализируем, и что мы здесь видим? Мы видим здесь, что Юсеф проходит страшные испытания. Значит, он проходит страшные испытания, вначале братья хотят его убить, потом они его продают, потом он становится рабом, его перепродают, и после этого он становится в доме Патифара, значит, главным над домом. Потом его жена хозяина обвиняет в изнасиловании, которого он не совершал, его бросают в тюрьму. То есть, ну, почему это все? Зачем это все? Почему он не мог в это время его братья жили с папой в земле Кнаан, значит, у всех семьи, дети, значит, все живут, а Йосиф, вот с ним вот эти вот все испытания? Есть такой отрывок, по-моему, это в Тейлим, в Салмах, Шева Паамим, Садик и Полю. Семь раз упадет праведник в Экам и встанет. А злодей, значит, он один раз упадет и не встанет. Так, я слышал такое объяснение, что то, что семь раз упадет праведник и встанет, это не просто некая математика, что семь раз вот он упадет и встанет. А именно, чтобы стать праведником, он должен семь раз упасть. То есть, это непременное условие духовного роста, это прохождение через вот эти вот испытания, что человек, проходя через эти испытания, он становится сильнее. Но некоторых испытаний, это слово самоиспытание, значит, не сайон, да, не сайон это то, что поднимает человека, испытание его поднимает, но бывает, что человек в испытании не выстоял и он падает, да, оно его ломает. Я слышал от Раввитска Козильбера в Разихраноцедекле Вараха, что он говорил, что Бог никогда не дает человеку испытания, которые человек не может выдержать. То есть, Всевышний, он каждого ставит в те ситуации, в которой у человека есть внутренние силы пройти эту ситуацию и эта ситуация его поднимет. Теперь давайте уйдем еще глубже. А почему Юсефу? Почему эти испытания не выпали Рувену, например, или Шимону, или Леви? Почему? И вот здесь мне кажется, что есть еще одно такое в Торе закон, что путь, по которому человек хочет идти, его ведут. Значит, с неба ведут человека по тому пути, который человек выбирает. Теперь, как называли братья Юсефа? Они его называли Баля Халамот. Они его называли тот, кто сновидец, такой сновидец. И он рассказывал им свои сны, что луна, звезды поклоняются мне, луна, солнце и звезды мне поклоняются, снопы поклоняются. Теперь, можно сказать, что это был сон вещи, что это сон, который должен, как сказать, что он увидел то, что будет. Но есть другое объяснение с нам, что сны ночью, это то, о чем человек думает днем. И это то, что думали братья про него, что он хочет возвыситься над ними и поэтому ему ночью снится. То есть, бывает, что он видит то, что будет, но бывает, что он видит то, что он хотел бы увидеть. Теперь получается, что Юсеф, он мечтал о величии, если мы посмотрим по этой версии, что человек то, о чем думает днем, то ему снится ночью. И он в итоге, он стал премьер-министром самой влиятельной страны в мире. То есть, это как сидит человек где-нибудь, вот он жил в Кнаане, это была маленькая такая кочево-бедуинская семья одна, одна семья. Это как живет человек где-нибудь в Бештеке. И он в Бештеке, там вообще не в Бештеке, а 50 километров от Бештека, аул, еще от аула вот там вот далеко стоят пять шатров. И он в этих шатрах один из там мальчиков, который пасет овец. И он вот там, вот в этом, под Бештеком, он мечтает стать президентом России. Или хотя бы премьер-министром, как в Медведеве. Вместо Медведева там стать премьер-министром. И, значит, он в Бештеке, где Бештек, где Россия вообще. Ну, то есть, или там он еще мечтает стать госсекретарем США. Вот примерно то же произошло потом с Юсефом, он стал премьер-министром Египта, вторым после фараона человеком. Получается, что если его мечты были такие большие, то для того, чтобы реализовать эти мечты, он должен был пройти все вот эти испытания, потому что другого варианта реализовать мечты не было. Семь раз праведник упадет и встанет. Он станет праведником только после того, как семь раз пройдет вот эти вот тяжелейшие-тяжелейшие испытания. Это лично моя идея, которая вот немного объясняет, почему именно Юсефу попали все вот эти испытания в его жизни. И мы видим, что по его истории, мы видим, как он их проходил, как он их проходил с радостью. Имя Всевышнего всегда было у него на устах, как он все время слава Богу, спасибо, спасибо Всевышнему, Бог поможет. И он, значит, все. И ни разу, ни разу он не жаловался, нет ни одного слова, чтобы он жаловался, за что такая несправедливость, почему так. То есть, это для нас урок. Теперь, хотеть испытаний или не хотеть, понятное дело, что лучше не хотеть. Лучше не хотеть испытаний. И есть в Талмуде, в Брахот, есть интересная очень такая идея, там рассматривается вопрос страданий. И бывают страдания трех видов. Бывают страдания, как следствие неправильных поступков, когда человек делает, он нарушает, 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 и потом страдания. Например, человек, который ест много вредной пищи, пьет много какого-то алкоголя вредного и так далее, он нарушает законы физиологии, и как следствие он может потом заболеть. это значит первый вид страданий, следствие неправильных действий. Теперь, что нам говорит Талмуд, что если человек получает эти страдания, он должен проверить свои дела. То есть, он должен проверить свои дела, чтобы найти, где же те действия корневые, которые вызвали эти страдания. Он проверяет, 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 если он находит, он исправляет корень, и значит у него плоды в виде страданий дальше перестают расти, он корень нашел. Второй, Талмуд говорит, а если искал и не нашел? Вот он искал, искал, не нашел. Значит, говорит Талмуд, что он мало учил Торы. То есть, это из-за того, что он не учил Тору. Значит, что за ответ? Что за то, что он не учил Тору ему страдания? Как-то нелогично. Я видел ответ такой, что когда он проверял свои дела, он проверял их со своей точки зрения. И он проверил, говорит, все-все в нормальном. Не знаю, прям просто ума не приложу, значит. Почему? Как одна женщина пришла к психологу и говорит, доктор говорит, меня муж бьет. Он говорит, а за что? Он говорит, я не знаю, я идеальная жена, я все-все-все делаю вообще дома, все везде, все делаю. Психолог говорит, ну, а что же он бьет? Он говорит, не знаю. Может, за то, что из меня, говорит. Она думала, что это нормально. Понятно, да, идея? То есть, когда человек не учит Тору, он может, у него ошибочная система координат, и он думает, что то, что он делает, ему за это не положено страдания. теперь, Талмуд говорит, а если он Тору учит, значит, с раввинами советуется, он полностью знает действительно, что можно делать, что нельзя делать, и вот он искал, искал, и не нашел ответа, почему же ему страдания, тогда, говорит Талмуд, это страдания из любви. Всевышний вот настолько любит, что он ему дает страдания, чтобы он мог выполнять заповеди, как Юсеф, в, как бы, это такой тренажер, что Всевышний ему дает такие сложные условия для выполнения заповедей, что это умножает его награду сто кратно, тысячекратно, тогда это страдания из любви. И там дальше приводится такая как зарисовка, что один из великих мудрецов в эпохе Талмуда, он заболел, и второй к нему приходит и спрашивает его, ну, понятно, что он был праведник, там, цадик, все, он ему говорит, скажи, говорит, тебе хавивим, и леха и сурим, он говорит, тебе нравятся твои страдания, а тот ему говорит, не они мне не нравятся, ло эм в лос харам, он говорит, не они мне не нужны, ни награда за них. Тот ему говорит, ну, все тогда, и берет ему, дал руку, и вылечил его, поднял его. Потом Талмуд говорит, а потом он сам же заболел, и к нему приходит третий, и ему говорит, хавивим, и леха и сурим, тебе нравятся твои страдания? Тот говорит, нет, не они мне не нравятся, ни награда за них не нужна. Тот говорит, отлично, дал ему руку, вылечил его, поднял. И Талмуд спрашивает, а почему, почему он сам себя не мог поднять из этих и сурим, почему он сам не вытащил себя из этих страданий? И ответ Талмуда там такой, что заключенный сам себя не может вытащить из тюрьмы. И мне кажется, что сейчас есть здесь параллель с Иосифом, что если Иосиф, он был великий цадик, великий праведник, и Бог был всегда с ним, почему же тогда он сам себя не вытащил из тюрьмы, а он просил фараона этого, дальше у нас будет глава, где он просил, он сидел там тоже с двумя царедворцами, и он одного из них попросил, чтобы, когда выйдешь, замолви за меня словечко. Так можно тогда спросить, если Бог всегда был с Иосифом, почему Иосиф не мог попросить Всевышнего, почему он сам себя не вытащил из тюрьмы? И ответ, мне кажется, вот этот Талмуда подходит, что заключенный не может сам себя вытащить из тюрьмы. То есть, если Всевышнего посадил в тюрьму, значит, Всевышнего мог оттуда и вытащить. И мы узнаем на следующей неделе, как Всевышний вытащил Иосифа из тюрьмы, что было дальше, очень интересно. Все. Итог. Значит, быть благодарным Всевышнему и проверять свои дела, и учить Тору, чтобы знать, где те действия, которые приносят страдания, которые приносят страдания, и не делать эти действия. Все. Всем удачи, успехов. Шаббат, шалом. Всего хорошего. Значит, в воскресенье я не уверен, что будет урок. Я постараюсь его провести в течение дня, но я не уверен. Это может быть у меня утром не будет. Но, значит, если меня не будет, заходите на Воикру. Всегда есть очень много уроков, которые можно посмотреть, почитать. То есть, у нас очень много хороших, прекрасных преподавателей Торы, которые каждый со своего ракурса, через себя пропуская Тору, он делится своими наблюдениями. Итак, тот, кто учит Тору, с намерением узнать, что Всевышний от вас хочет, значит, вы обязательно найдете те пазлы, которые вам помогут выстроить вашу жизнь. Главное намерение служить Всевышнему и делать добро. Все. Всем удачи, успехов. Шаббат, шалом. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok